слушайте доктора добрый день эта программа слушайте доктор у микрофона светлана занько и дмитрий курдюмов добрый день но у нас есть такая традиция видимо мы очень отдохнули вышли полной энергии и у нас есть такая примета программа удается если светлана представляет меня я представляю ее но я думаю что сегодня все получится у нас сегодня очень интересная тема и в гостях у нас сегодня людмила виталиевна мышкина это палатная сестра отделение реанимации интенсивной терапии ну в общем то надо сказать что это это элита среднего медперсонала и главная министрская сестра областной клинической больницы галина ивановна суслопарова добрый день знаете хочу начать с того а ухи вас перебиваю что мы как-то все здесь приглашали докторов ну вот и общались с докторами но если применительно хирургии скажем ну и даже к терапевтическим специальностям спросить любого доктора скажите кто больше времени проводит с пациентом ответ будет очевиден да это средний медицинский персонал медицинские сестры и если посмотреть на статистику того же самого кировстата вот сколько у нас от докторов в регионе да сколько у нас средний медицинского персонала то цифры в общем то они говорят сами за себя докторов у нас ну я могу немножко ошибиться порядка 5700 человек среди медперсонала 15 более 15 с половиной тысяч человек то есть я как-то посчитал что на одного доктора приходится 2,7 медсестры это в целом в регионе естественно пропорция в разных учреждениях разная медсестры и со средним образованием есть с высшим образованием это очень сложная специальность в общем-то доктора все понимают ну и вот как раз мы сейчас до передачи говорили о том что есть доктора которые прошли все ступени например я считаю что мне очень повезло что когда я учился в медакадемии в мединституте тогда еще я работала санитаром у меня есть опыт работы я знаю что такое работа санитаром я работал медицинским братом вот затем интернатура работал врачом заведующим ну в общем то и мне кажется что когда ты проходишь все ступени это замечательно и тогда такие тогда ты понимаешь насколько это сложная деликатная работа но я думаю что вот галина ванна нам сейчас расскажет я знаю что галина ванна это одна из самых опытных если не не самая опытная медицинская сестра и руководители в этой сфере недаром вот до недавнего времени сейчас не знаю как существовало высшее сестринское образование у нас было много медицинских сестер старших медсестер главных медсестер кто получали там высо это называлось да и закончили это были это сестры с высшим образованием они есть в каждых учреждениях потому что это очень сложная профессия вот об этом я думаю стоит сегодня поговорить дмитрий саныч вы очень хорошо поднимаете эту тему да действительно почему то считает что медсестра но это какой-то второстепенный как придаток к врачу это ведь совершенно не так правда я очень рада что вы согласны с этим это действительно вот та самая вот части нашего здравоохранения которая составляет большую как раз вот большую аудиторию персонала всего всего медицинского и конечно же вот медицинские сестры они должны вот чувствовать что они нужны в больнице что не нужны больному и безусловно там где недооценивается роль специалистов среднего медицинского специалистов со средним медицинским образованием там безусловно страдает организация работы и безусловно текучесть кадров идет большая и конечно вот очень много времени уделяется воспитанию медицинского персонала когда они сразу же приходят к нам на работу ну а также и в по 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 всей трудовой деятельности во всей трудовой деятельности и на волну очень волнуется я вижу да конечно волнуйтесь потому что такие истории которые вы рассказывали нам вот до эфира их стоит просто людям рассказать и сейчас потому что медсестры правда это вот вы сейчас оба отметили совершенно верно воспринимается часто пациентами тоже как но не главный человек в больнице то есть каждый стремится пробиться к врачу а еще бы поголовнее да еще повыше а медсестра ну что она здесь вот делает но сталкивается он с медсестрой тогда человек когда к сожалению попадает уже в стационар когда он каждый день там как он себя будет чувствовать да как он будет выглядеть даже как он будет лечиться и насколько быстро он будет излечен зависит во многом от медсестры и вот вы рассказывали правда же да да людмила витальевна вот вы рассказывали что очень важно не потерять вот эту традицию уж не помню кто там основатель вы сейчас напомните мне флоренс на этим вот расскажите про основоположница сестринского дела флоренс найтингелл она конечно же делала акцент прежде всего на уход за больными за уход за пациент на уход за пациентами безусловно вот то что мы выполняем врачебное назначение это безусловно просто необходимо но как-то медицинские сестры забывают о том что уход это неотъемлемая часть их работы и это безусловно очень важно для того чтобы выходить больного хирург прооперирует пациента увидеть осложнение вовремя это конечно должна медицинская сестра выходить пациента и подсказать что ему нужно делать после операции или до операции как себе вести и в терапевтических отделениях как после того как он выпишется какие мероприятия ему нужно проводить это очень и очень важно именно поэтому вот я благодарю например ассоциацию медицинских сестер россии за то что они как раз вот внедрили в все в развитии для развития сестринского дела и вот эти новые инновации как школы здоровья и сестринский процесс вот у нас как раз вот сестринки сестринский процесс во многих как-то регионах он ушел и у нас тоже в лечебных учреждениях он у нас существует до сих пор в больнице это решение проблем пациента медицинской сестрой и это очень важно потому что как сказал дмитрий санчев совершенно верно медицинская сестра остается с пациентом и с его проблемами один на один и безусловно решать их и логически мыслить это должна медицинская сестра для этого она должна иметь и теоретические знания и практические навыки это действительно так и школы здоровья это безусловно очень важно ведь нам нужно научить пациента жить с этим заболеванием проводить профилактику осложнений обострений хронических заболеваний именно поэтому в нашей больнице и создано 12 школ здоровья в каждом терапевтическом отделении и очень в этом не помогла конечно же людмила виталина мышкина потому что она в это временных была менеджером и мы с ней осуществили то что мы хотели сделать для пациентов то есть именно пациенты на занятиях получали все знания по данному заболеванию и они уходили такие благодарные и писали в анкетах такие нам благодарственные слова что мы даже удивлялись но надо же ну как человек не знал о своем заболевании так много как они узнали у нас и скажите пожалуйста когда эта история со школами здоровья началась в областной больнице с 2005 года 2005 года и снова вы мне рассказывали что когда вы внедряли эту школу здоровья для пациентов еще раз медсестры для пациентов с двух сторон было непонимание во первых медсестры говорили что зачем вообще это все ну зачем это не входит в непосредственные обязанности правильно это воспринималось изначально как дополнительная нагрузка на медицинскую систему как дополнительная нагрузка зачем вот что вы им говорили тогда когда внедряли школу здоровья вы знаете вот есть субординация есть трудовая дисциплина и как говорят вот без дисциплины никаких инноваций не сделать объясняли проводили занятия с медицинскими сестрами и когда уже вот это вот все пошло и занятия и благодарность пациентов и знания увеличение знаний самих медицинских сестер увеличился престиж поднялся престиж медицинской сестры и они поняли да действительно галина иванова это нам так нужно это действительно просто необходимо стало и когда пациенты не к врачу подходили с вопросами по их проблемам а к медицинской сестры это статус медицинской сестры очень повысило областной больницей. С трудом, Людмила Витальевна, вводилась эта школа. Вот вы с другой стороны посмотрели, наверное, Галина Ивановна, руководитель. Она говорила, вот, дисциплины, да, кулаком, Галина Ивановна, в остальном случае. Причём с хорошей, я наблюдал, боялся даже прервать такой, с хорошей интернацией, правильной интернацией руководителя. Но вот если говорить про школу здоровья, вот мы, хирурги-то, понимаем, что существует ещё больные терапевтического профиля, и которые поступают в учреждения многопрофильные, так как и областная больница, с обострением хронического заболевания, не всегда с острыми состояниями. Так вот, вот этой ремиссии нужно дорожить. Её нужно уметь достигать и не переходить, скажем, в острое состояние. Я думаю, что вот школу здоровья, как раз они позволяют, они дают знания пациентам, как сохранить своё здоровье, больше находиться в ремиссии, избегать провоцирующих факторов, предрасполагающих факторов. И вот это очень важно. Я хочу сказать слушателям и вам, наверняка эти школы здоровья не говорят о том, как правильно лечить. Это удел докторов. Но как проводить профилактику, знать первопричину заболевания, как уберечь своё здоровье, это очень важно знать. И если хотите, это ещё в дальнейшем не только забота о здоровье конкретному пациенту, который здесь находится, это правильно, это поднятие престижа профессии, но это ещё в последующем снижение общего объёма пациентов, которые, в общем-то, некоторые после того, как получают базовое знание в этих школях, они возвращаются, ну, как бы, заболевания не проходят, но они достигают более длительной ремиссии, и реже к ним требуется, ну, оказание специализированной помощи. Я представляю себе, если человек понял, по какой причине возникло его заболевание, если он увидел в своей жизни, в режиме собственного там существования, что он делал не так, что привело его к этому заболеванию, если он осознал и был способен изменить, ну, понятное дело, что это продлевает жизнь, наверное, на годы и десятилетия. И как образовая практика, действительно наши пациенты меняют свой образ жизни. А вот, как ясно, у вас школа здоровья. Как правило, школы здоровья состоят примерно из 4-5 занятий. Первое занятие, это всегда... То есть это важно, это важно, это не то, что ты ходишь, там месяц занимаешься. 4-5 занятий. Да, и это не просто беседа, это действительно школа, это занятие. Первое занятие, это, как правило, что необходимо знать пациенту о своем заболевании. Касаемся вопросов в клинике, симптоматики, обострения, осложнений заболеваний и так далее. Второе занятие всегда посвящено основам здорового питания, что такое здоровое рациональное питание. И, конечно же, рассказываем о том, какие изменения необходимо привести у себя в питании при наличии данного заболевания, то есть лечебное питание при наличии заболевания. Следующее занятие, это физическая активность. Как правильно изменить свой образ жизни, повысить физическую активность, рассказывая о нормах труда и отдыха при наличии данного заболевания. И следующее занятие, это стресс и здоровье. То есть как правильно, сейчас мы сталкиваемся в настоящее время почти ежедневно со стрессовыми ситуациями, и мы обучаем, а как правильно избегать этих стрессовых ситуаций. Если мы попали в такую ситуацию, что нужно сделать, чтобы все-таки как-то вывести свой организм из состояния стресса. Я чувствую, что мы можем транслировать школу здоровья в эфир, правда же? Я посмотрел на Светлану и прочитал ее в глазах, что где-то днем после обеда необходима школа здоровья в прямом эфире ежедневно здесь. Начинать с того, как избегать стрессовых ситуаций. Мы сразу на весь город будем транслировать школу здоровья. Еще занятие по медикаментозной терапии. Конечно, это занятие проводит врач. Медицинская сестра объясняет правила приема лекарственных препаратов и может ознакомить пациента с побочными действиями при приеме данных лекарственных препаратов. Далее в школах здоровья идет не только теоретическая часть, но обязательно и практическая часть. Мы обучаем наших пациентов, например, правилами измерения артериального давления, то есть как правильно в домашних условиях пользоваться тонометром, глюкометром. Люди-то думают, что это очень просто, особенно сейчас с изобретением и с распространением электронных тонометров, они думают, что это очень просто. На любую руку, в любое время, в любом положении это делают. На любом пальце некоторые считают. И допускают при этом очень много ошибок. Неправильно накладывают манжету. Измеряют артериальное давление сразу после физической нагрузки. Мужчины чаще всего сразу после курения, что тоже влияет на цифры артериального давления или после приема пищи. Ну вот, практический вопрос. А вот с какого возраста вы советуете давление регулярно измерять пациентам в школах здоровья? Дмитрий Александрович, у нас просто собирается группа, а молодежи там очень немного. То есть, безусловно, где-то вот 40 лет обязательно, да. 40 лет вообще все обязательно. И я соглашусь с этим, да. Я специально задаю этот вопрос, потому что, если слушают меня мои родственники, я заставляю их это делать. Конечно. Светлана, вы сказали, что вот с чего вы начинаете, вот как это вы внедрили, да. Я сказала, что трудовая дисциплина. Вспомните Петра Первого, который как картошку, да, в России насадил, а вот поставил охрану, и, значит, ну, мы же любим все запретное, да. И вот, и она появилась, этот вкусный, вкусные овощи. Я помню просто вы, как вы мне рассказывали, пересказывали разговор с одной медсестрой, которая говорила, как же, я так занята, у меня такая большая нагрузка. Да, да. А вы сказали, вот здесь. У тебя еще свободное время. И вот здесь. И вполне это можно, это вполне реально. И оказалось, что действительно так. Так и есть. Но вот эта компенсация, еще раз возвращаясь, насколько самоуважение там выросло, да, у медсестры, насколько уважение со стороны пациентов, и очень важно, и врачей тоже. Потому что когда врач может положиться на медсестру, это, наверное... Вы знаете, кроме того, Галина Ивановна еще, она, я думаю, получает еще эффект самообразования посреднего медперсонала. Совершенно верно. И об этом мы хоть не говорим, но это тоже очень важно. Это не побочный эффект, это параллельный эффект, это повышение квалификации коллектива. А как любой руководитель, да, я думаю, она отвечает за весь сестринский персонал. И очень важно, чтобы все, что входит, ну, скажем так, в их профессиональные обязанности, выполналось четко и без ошибок. И как раз преподавание, вот в этих школах здоровья, я так понимаю, и подготовка к каждому занятию наверняка происходит, оно помогает повысить свой профессиональный уровень. И я еще вот о чем хотел сказать. Вы знаете, вот даже, что затронуть тему профессионального уровня, ведь у нас есть врачи различных специальностей, но доктора знают о том, что и пациенты знают о том, что есть такая специализация у медицинских сестер. Есть операционная медицинская сестра, есть медицинская сестра, скажем, постовая в терапевтическом отделении. Есть хирургическая, есть медицинская сестра, есть медицинская сестра, отделение реанимации и интенсивной терапии. И вы знаете, оставаясь вечером, скажем так, один на один с пациентом, она должна обладать базовыми знаниями. Она должна обладать знаниями не только общими базовыми, но и более узкими знаниями, которые соответствуют специфике работы отделения, потому что, естественно, она не будет оказывать медицинскую помощь. она приготовит все необходимое в кратчайшие сроки и параллельно вызовет доктора по профилю. Она должна уже определить, что это для того, чтобы сэкономить времени. Вы знаете, вот когда я начинал работать, и были тяжелые пациенты, и ты всегда волновался, а кто, какая постовая медсестра сегодня? И ты понимал, что если у тебя бригада там вот из конкретных постовых сестер, они не звонят, говорят, Дмитрий Александрович, вот там такая ситуация, похожа вот на это, вот это, вот это четко выдают тебе симптоматики, у тебя в голове уже складывается картина, ты экономишь время и делаешь все очень быстро. Поэтому и сейчас, когда есть тяжелый пациент, ты там кого-то оперируешь, ты переживаешь, а кто дежурит и так далее. Ну, я думаю, что сейчас уже можно, срок давности прошел, я расскажу, как я делал свою первую операцию. Я пришел в операционную, мне доверили, и я думаю, кто же операционная сестра? И стоит опытнейшая операционная сестра, она смотрит на меня, говорит, Дмитрий Александрович, не переживайте, все будет хорошо. Я говорю, да, все будет хорошо. И все было хорошо, конечно. Поэтому очень важно, с кем ты в команде работаешь, кто твой помощник. А вот тут вопрос, Галина Ивановна. 550 человек в подчинении в областной больнице. Плюс 250, младший медперсонал. Плюс 250, младший медперсонал. А сколько у вас? 550, естественно, сколько коллектив, да, в среднем? И что? И вы знаете, каждого персонально и уровень его знаний, его наклонности, душевные качества, может быть, какие-то, каждого буквально? Светлана Ивановна, очень хороший вопрос, потому что я знаю очень многих, ну, практически, вот действительно всех, и у сестры удивляются, как же так? Вы знаете, по имени и отчеству очень, ну, вот всегда встречаешь и, значит, называешь уже по имени и отчеству. Разумеется, те, кто один год отработал, два года, это более сложно всех остальных, и Людмила Витальевна это подтвердит. А почему? А потому что у нас, во-первых, проходят обязательно зачеты устно, и то есть мы задаем те вопросы, которые они должны знать по нормативным документам, по санэпид-режиму, по лекарственным препаратам, по реанимационным мероприятиям, и, безусловно, называешь ведь не фамилию, называешь имя отчества, и, безусловно, и визуально, и так, да. Эта тренировка памяти очень хорошая. Вот все удивляются, почему я знаю очень хорошо нормативные документы. Главная сестра, которая не ориентируется в нормативных документах, это специалист, который, ну, я не знаю, что же можно дать тогда. Опасный. Очень. Я с вами согласна, Дмитрий Асаныч, но вот, к сожалению, это надо отметить, что это есть, я на аттестации в аттестационной комиссии, и когда главные сестры плохо ориентируются в нормативных документах, в нормативной базе, это правильно, это правда, опасно. И, разумеется, вот именно такая работа, потом вот эти вот все занятия, которые мы проводим по процедурным сестрам, по перевязочным сестрам, семинары проводим, это все очень и очень важно. Вот очень жаль, что порой врачи, особенно сейчас молодые, они просто недооценивают медицинских сестер, а ведь медицинская сестра очень-очень много знает и умеет, и она действительно опытна, палатная медицинская сестра может подсказать врачу, что вот то-то, то-то вот надо в данный момент, да, молодой врач, у нас вот приходили врачи молодые, когда я начинала палатной медицинской сестрой, проработав уже не один год, они спрашивали, слушайте, а что это вот это сделать? Мы им говорили вот так, так, и, значит, это самое, они говорят, ой, спасибо вам большое, а потом ведь они больше нас знают, безусловно, они получили прекрасное знание в институтах, в академии сейчас, мы же только средние, специалисты со средним медицинским образованием, разумеется, мы только вот видим то по опыту, что такие пациенты с такими-то диагнозами поступают, и мы уже знаем, какие, например, назначения им уже делают. А ведь Людмила Витальевна Мышкина, да, ваша воспитанница, она диссертацию защитила по школе здоровья, в связи с этим кандидат медицинских наук, член Ассоциации медицинских сетер Кировской области, преподает в Кировском медицинском колледже. Что касается школы здоровья и ее распространения в клиниках нашей области, Дмитрий Александрович, может быть, вы знаете, этот опыт внедряется, ведь он уже с какого года? Мы начинали в 2005 году. Вы знаете, он, безусловно, внедряется, но, насколько я понимаю, да, еще, скажем так, поле не пахано, как говорится, и его развитие еще, в общем-то, широкое применение, думаю, что впереди. Вот то, о чем мы говорили, абсолютные там плюсы, в том числе, там, снижение и хронизация процессов, они очевидны, и самообразование коллектива, но, опять же, здесь, вот, мы, хоть и говорили об этом вскользь, а как, если не заставить, то как сделать так, чтобы убедить средний персонал, а прежде всего, руководство учреждения, что этим надо заниматься. Про средний персонал понятно. Если есть такой руководитель жесткий, то уже все понятно. Начинать надо с руководителя учреждения, да, потому что, ну вот, скажем, в любой специфике есть те темы, которые в школе здоровья нужно озвучивать, но, скажем, это понятно, когда многопрофильное учреждение, оно, в общем-то, не вызывает сомнений, тематика широка, но в любом, скажем, даже узкоспетеризированном учреждении есть те состояния, по которым, скажем так, заболевания, предрасполагающие состояния, по которым эти школы здоровья можно и нужно проводить. Вот у нас были тоже такие раньше инициаторы, активисты, они занимались, ну, если посмотреть структуру, скажем, нашего учреждения, там, лет 6 назад, естественно, это было в большей степени травма, и лежали женщины менопаузального возраста, это, естественно, это остеопороз, консультация к гинекологу, и просто с каждой женщиной были разработаны памятки, занимались, возможно, заместительная терапия, профилактика остеопороза для того, чтобы было не попадать, потому что кто это игнорировал, еще, 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 естественно, но это только одна из тем, поэтому достаточно еще, я думаю, большое поле для применения, вот, и реализации школы здоровья. Да, вы упомянули, но не сказали, что происходит с головами руководителей наших клиник, и кто на них влияет. Вот человек сам должен принять решение, или это централизованно может произойти? Здесь работает логика руководителя, поэтому голова руководителя работает очень просто. Насколько это выгодно, раз, как я, какие меры мотивации и стимулирования я применю за то, что мои сотрудники этим занимаются, ну, и, в общем-то, какой положительный эффект в целом, там, начиная с повышения, там, удовлетворенности пациента в помощи, заканчивая ростом квалификации, компетенции коллектива, да, ну, или хотя бы и отсутствии такой, скажем, кадровой текучести, потому что здесь тоже, когда начинают преподавать в школах здоровья, я наверняка, я предполагаю, что большинство проникается в специальности, ну, в общем-то, и появляется больше, скажем так, желание задержаться, вот именно, и заниматься любимым делом. И если у руководителя в голове все вот это складывается, плюсы перевешивают, минусы, поверьте мне, не надо стандартного руководителя в этом убеждать, что это хорошо. И задача, наверное, начать с того, чтобы объяснить, что, а, это делать не можно, здесь плюсов больше, чем, скажем, каких-то сложностей и затрат энергетических по внедрению всего этого. А вот, кстати, система поощрения медсестер действует? В связи со школой здоровья или другими какими-то... Нет, не обязательно со школой здоровья. У нас очень много поощряется средний медицинский персонал, очень ко всем праздникам, к дню медицинской сестры 12 мая. Обязательно, ведь Международный день медицинской сестры 12 мая. Ваша передача никогда не... Нет, ни разу, представляете. Теперь мы будем знать, обязательно подготовимся. Дмитрий Александрович знает, у них тоже, видимо, отмечает этот праздник. Да, и, конечно же, день медицинского работника, то есть мы дважды отмечаем, ну и, конечно, к Новому году обязательно вот все вот эти моменты, потомки юбилеем отделений. Так как отделений у нас 36, юбилеев у нас много бывает, обязательно сотрудники, да, поощряются, награждаются. У нас около 40 человек награждено правительственными, министерскими наградами России. То есть либо отличники здравоохранения, либо грамоты министерства. Вот это вот все, да. Галина Ивановна, вот они же ежемесячно учитываются в каких-то мерах, там, в качестве, да, то есть если сотрудник, он участвует в школах здоровья, то есть это является критерием качества, дополнительно немножко оплачивается. Дмитрий Александрович, это входит в нашу работу. Профилактическую медицинская сестра должна проводить профилактику. Я уже рассуждаю как руководитель, то есть здесь у вас есть меры, естественно, там материального, нематериального там стимулирования. То есть здесь уже нематериальная мотивация. Но если материальная, потому что вы же участвуете, лучшие из вас участвуют в конкурсах и даже всероссийских. Да, да. Как вот Мышкина Людмила Витальевна. Здесь присутствующая. Вы знаете, здесь позитивные какие стороны. Во-первых, как я вам сказала, престиж медицинской сестры, ведь да, это зарплата, это очень большое значение имеет. Но не только из зарплаты складывается престиж любого работника в любой отрасли. Конечно же, это тут имеются и теоретические знания приобретения. Вы правильно сказали, Дмитрий Александрович. То есть медицинской сестре приходится глубже вникать в те заболевания, по которым она проводит школы здоровья. Это, во-первых, это повышает престиж затем авторитет в глазах пациентов вырастает, вырастает. И потом, у нее ведь кроме теоретических и практических еще навыков, у нее и педагогические появляются. То есть она должна доступно дать пациентам то, чтобы они все усвоили. А что эта блестящая золотая медсестра в итоге имеет, что называется, в кармане? В кармане она имеет отличника здравоохранения, она имеет грамоту Министерства здравоохранения России, ну и, конечно же, Кировской области нашего здравоохранения то же самое. И, конечно же, мы премии даем. Очень похожа на ситуацию с учителями, я так и сказала, да? Ситуация с медсестрами. Нет, я бы не стал проводить параллель все-таки, да. Хотя и та профессия, и другая, они там социально значимые, но они отличаются друг от друга, я бы хотел сказать вот о чем. У нас еще не было важный фактор, это возрастной состав, да, вот идет ли молодежь или не идет. Я, опять же, вот смотрел данные Кировстата и увидел о том, что минус 5% в течение года, значит, у нас численный состав кадровый, сестринский. Ведь у нас есть дефицит кадров в головных, назовем так, в учреждениях областных и среднего персонала. Ну, текучесть есть, но мы как-то справляемся. Есть дефицит кадров в межрайонных центрах наверняка, ну, в общем-то, естественно, в других больницах, районных больницах, не являющихся центрами межрайонными. Поэтому вот мне кажется, что как раз как вариант школа здоровья это как раз тот механизм, который может повысить интерес к профессии среднего персонала, Давайте еще спросим у Калины Ивановны, как у них с текучкой кадров и какими приходят молодые медсестры. Ну, вот я вам просто в этом году приведу пример, когда у нас пришло только три медицинских сестра вместо двенадцати, которые на распределении были. И это во все больницы так. Они на распределении, которые проводит медицинский колледж, соглашаются, выбирают лечебное учреждение, куда бы они могли прийти. И вот, пожалуйста. Вместо двенадцати три. А куда остальные девять? Вот я тоже удивляюсь, куда? Куда? Куда же они все исчезают? Потому что многие лечебные учреждения страдают отсутствием недостатком кадров, конечно. И, безусловно, ведь работа медицинской сестры, имеющая большую нагрузку, когда по двадцать-тридцать человек на медицинскую сестру, а сейчас больные нелегкие, сейчас идут действительно уже с такими осложнениями, сопутствующими заболеваниями, то, безусловно, же тяжело медицинской сестре физически работать, худенькие девочки под 50 килограммов переложить, пациента с такими килограммами очень тяжело. Действительно, физически тяжело, ну и, наверное, вот, конечно, недостаток какой-то значимости данной профессии, к сожалению, то есть. Но я просто хочу сказать еще об инновациях. Вот один известный профессор сказал, что инновации в любом деле, они не требуют денег, вложения каких-то финансовых, а требуют только вот силы и целеустремленность в данной профессии. Все, больше ничего не требуется. И я просто благодарю нашего главного врача Троягова Владимира Ивановича Ивановича, который всегда поддерживает все инновации, все новые технологии у нас в больнице. А вот на самом деле, сейчас будет смеяться, наверное, Дмитрий Александрович надо мной, но вот мы тут рассуждали... Причем сразу так. Я пришла кушаю просто. Мы рассуждали по поводу поднятия престижа профессии, и чтобы не упираться снова в непробивающиеся, бываемую стену, отсутствие высоких зарплат у медсестер, а прямо скажем, они невысокие. Мы говорили о том, а что же еще там, какая пропаганда могла бы применяться, что могло бы применяться, чтобы там профессия действительно стала престижной. Знаете, я хотел бы об этом сказать. Вот говорили о том, что работа сестер, она тяжела, сложна, и приходится поднимать, перекладывать пациентов, но это не все. Она на сегодняшний день, скажем так, эта работа еще и связана с внедрением новых технологий. Часть медсестер работает в качестве там даже лаборантов, рентген лаборантов, ну, на новом оборудовании, высокотехнологичном. Если это операционная медсестра, она должна знать ход операции, лучше хирурга иметь работать с новым оборудованием и инструментом. Вы знаете, хирург вот так вот руку протягивает, я молчу во время операции. Если я посмотрел на медсестру, она мне молча дала не то, я смотрю еще раз, она понимает, что ошиблость, а это навык. Она должна знать ход операции лучше, чем хирург, да, даже начинающий. Если мы говорим про медицинскую сестру отделения анестезиологии и реанимации, любого профиля, это уметь работать с дыхательной аппаратурой, с ледящей аппаратурой, уметь работать с информационными системами, которые эти аппаратуры замыкают в единый цикл. Это и интересно в том числе. Я почему все это рассказываю? Потому что, когда мы общались со студентами медакадемии и объясняли им, что вот вы поедете в районы, вам будут доплаты, им это неинтересно, им надо, чтобы они были востребованы, а их потенциал, да, как молодых сотрудников, реализован. Ну, вот у нас закончилась программа уже практически, мы с вами не наговорили много чего, чего обсуждали перед этим, но вот сейчас уже вырисовалась история, которую нужно, конечно, продолжать. Мне бы хотелось с вами договориться здесь сейчас в эфире, если Дмитрий Саныч не против, что занятия школы, потому что это, мне кажется, будет интересно для наших слушателей, что я просто как медсестра сейчас смотрю, когда я курдил, посмотрю, так или не так. Школы здоровья в прямом эфире. Как вы на это смотрите? Да только положительно. Замечательно, договорились. Людмила Мышкина, палатная медсестра отделения реанимации интенсивной терапии Кировской областной клинической больницы и Галина Суслопарова, главная медицинская сестра Кировской областной больницы, были сегодня у нас в гостях. Это программа «Слушайте доктора» от Дмитрия Курдюмов и Светлана Занько. До свидания. До свидания. До свидания. Слушайте доктора.